Мы сейчас переносимся в Россию. Новый поворот в деле генерала Следственного комитета Дениса Никандрова, арестованного по делу о коррупции. Оказывается, он жил в квартире жертвы черных риэлторов. Как выяснил Айф, еще 7 лет назад Никандров давал показания следователям о том, как он получил жилье хозяина, которого убили. Тело владельца квартиры нашли в октябре 2009 в Истринском районе Подмосковья. Мошенники обманом отняли у Алексея Седова двухкомнатную квартиру в Москве, в Батайском проезде, и выписали в Великие Луки. Выяснилось, что судьбу Седова повторили еще его сын и теща. Их квартиры в столице также были проданы, а сами они оказались в тех же Великих Луках. На сегодня об их судьбе ничего не известно. Теперь следователи ФСБ разбираются, как Следственный комитет стал собственником квартиры в Батайском проезде. Ведь именно ее получил Никандров из фонда СК по Москве. Не исключено, что генерал был причастен к группировке черных риэлторов. В этом случае ему может грозить новое обвинение. Все подробности расследования читайте на Live.ru.